Дамы и господа, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Прежде всего, позвольте поблагодарить организаторов этого замечательного мероприятия за приглашение и возможность выступить. Это интересный и известный проект. Я также должен поблагодарить человека, который сделал презентацию, с которой я с вами вместе с удовольствием ознакомлюсь, Александру Семеновичу, ей спасибо. Тема, которая обозначена здесь, невозможно, конечно, справиться с ней за 30 минут. Я не справлюсь с ней за большее время, и, следовательно, то, что будет дальше происходить, не будет лекции. Лекция такая невозможна, потому что нет предмета такого и нет такого метода, чтобы этот вопрос осветить. Однако я решился на этот подвиг вместе с вами. У вас будет подвиг терпения, потому что это тяжело все. Потому что вопрос важен, и этот вопрос задают студенты физики. Они всякий раз, смотря на меня, спрашивают, зачем же физикам искусство? И этот вопрос задают студенты биологии, с которыми надо приходится общаться, и которые тоже спрашивают, зачем же нам физикам. И получается, что понимания, к сожалению, нет ни с той, ни с другой стороны, такого понимания, которое бы нам всем понравилось. Поэтому это то, что будет происходить дальше, не лекция, а некое рассуждение на эту тему. И главная задача здесь – призыв к вам поразмыслить обо всем об этом. В связи с этим, я надеюсь, что будете ввести документы и записи. Я очень надеюсь, что вопросы, которые будут заданы, это будут вопросы, которые будут не только мои. Я действительно не знаю на них ответы, но и ваши вопросы. И если мы все вместе как-то сильно-сильно подумаем, может быть, что-то и придумаем, и ответ на этот вопрос будет, как нам всем с этим быть? Поскольку вопрос «Зачем?» – это философский вопрос, то, следовательно, сначала, естественно, не о физике, а о философии. Сначала о феноменологии, различия, сходства, общее и главное. А потом о эпистемологии, естественно. Мы поговорим о том, чем отличается физика на языке, о том, что там понятия, а тут образы. А потом будут сказки. Сказки – это естественная форма, с которой профессор общается с аудиторией. Поэтому три маленькие сказки. Я хотел бы больше, но время кончится быстрее. Философия. Некоторые смешные различия между искусством и физикой. Я думаю, что этот список можно длить, и задача здесь не в том, чтобы исчерпать тему, а в том, чтобы обозначить намерение. Итак, конечно же, искусство субъективно, и, конечно же, физики думают, что физика объективна. Что касается подхода, то здесь важно, здесь правильно было бы остановиться. Поэты усложняют мир, чтобы в нем разобраться, а физики упрощают его. У них два разных способа подходить к описанию реальности. И эти два способа дополняют друг друга. Вот эта мысль о намеренном усложнении мира, я думаю, должна чрезвычайно воодушевить всю гуманитарную часть нашей аудитории. И о физике, как разумные люди, понимают, что без упрощения мы никогда не дойдем до практического дела. Поэтому у них тоже большое преимущество. Теперь, что касается языка, это образы, на которых говорит искусство, и понятия, с которыми работают естественные науки. Об этом мы будем долго и подробно говорить, минуты четыре с половиной. И, наконец, слова, которыми работает искусство и физика. Это символы и знаки. Я не умею с этим обращаться. Символы и знаки. Я не знаю, может быть, следовало переставить, и гуманитария меня поправит. Итак, есть некоторые различия. Теперь есть некоторые сходства. Здесь я буду говорить вещи дерзкие и чрезвычайные. Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. Итак, объект, которым занимаются и те, и другие, это мир. Вот всё вот это. Предмет, который всех нас интересует, это человек в мире. При этом искусство делает акцент на человеке, а физике на мире. При этом, если мы внутри себя физики, мы всё равно понимаем, что именно место человека в мире – главный наш вопрос, а не как иначе. И, наконец, метод. Я тут прямо дерзость написал. Очень патетически получилось. Слово «напряжённый», слово «поиск», слово «сил» и «форма». Откуда такие слова вообще берутся? Я вспомнил японский эпос, и там было сказано так. Сначала был хаос, а потом были явлены силы и формы. И хаос начал сгущаться. Физики больше внимания уделяют силам, а гуманитарии, люди, занимающиеся искусством, больше занимаются формой. Однако было бы здорово, если бы те подумали об этом, а другие – о том. И, наконец, цель всех этих упражнений, конечно же, у настоящих физиков и людей, занимающихся искусством – постижение мира. Мир с большой буквы. Это некоторое сходство. Теперь главное. Вот уже и картинка, наконец. Единственный и главный вопрос. Я вот в такой смелой форме это прямо сформулировал. Единственный и главный вопрос, который занимает людей, занимающихся наукой, которые мучительно в своей тёмной и пустой голове ищут какую-нибудь новую идею, как правило, безрезультатно, где эту идею взять, как создать новое. И дальше очень сильный тезис. Мало создать новое. Нужно научиться создавать иное. Я предлагаю эту фразу записать и думать о ней непрерывно. Мало того, что мы не умеем создавать новое, мы даже не думаем о том, чтобы создавать иное. И это важнейший вопрос, на который мы внутри себя должны ответить. Это делают и художники, и это делают и физики. И получается, что у них, вообще говоря, одно и то же занятие. И вот этот парень, который с XVII века пытается разобраться в реальности и подошёл к краю мира. Помните эту гравюру XVII века? Она есть во всех учебниках. И я так понимаю, она должна у вас быть на парадной стене прикреплена. Потому что это метафора главной идеи человека со времён Возрождения. Идея трансцендерия, идея выхода за пределы. Сущность человека, учит нас Гегель и вся эта традиция, выход за пределы имеющейся формы. Вот этот вот парень вылезает за эту форму и видит там колёса из Икииля, ну и другие, вероятно, объекты, смысл которых нам непонятен. Это и есть задача, которая стоит перед человеком искусства и перед физиком. И мы видим, что мы плохо с ней справляемся. Теперь о подходах. Нам же нужно теперь к какой-то научности перейти. Смешная картинка, очень облака особенно удались. Итак, ведём такую гипотезу об устройстве мира, головы, о мышлении. Есть пространство понятий. Там такие кружочки понятия, которые объединены друг с другом в сеточки понятий. Если сеточка какая-то есть, то мы в этом деле разбираемся. Мы это понимаем, у нас есть в этом вопросе какое-то понятие. Эти сеточки, как правило, к сожалению, не образуют непрерывную сеть. Такая старая рыболовная сетка с большими прорехами у самых образованных людей. А вообще-то это такая вот очень топологически нехорошая структура. И кроме того, у гуманитариев, как правило, наверное, есть пространство образов. Это такие штуки, образы у них там, которые живописные, музыкальные, поэтические образы, которые плохо структурированы. Они в понятиях не выражаются, но очень важная вещь. Бывает таинственная связь между некоторыми понятиями и некоторыми образами. Те понятия, которые не прикреплены к образам, очень плохо держатся в нашей голове. Если мы не умеем придумать никакого образа и построить цепочку из системы понятий в систему образов, то у нас плохо это работает, мы не умеем с этим работать. Поэтому физики, как правило, заводят какой-нибудь у себя в голове правильный образ правильного понятия. Гуманитарии не завели правильное понятие и правильный образ. И в результате на вопрос, а что такое сила, филологи отвечают, ну это, конечно же, Шварцнеггер. И как только такого рода образ становится центральным в вашей голове, так сразу работать с понятием силы очень тяжело. Формулу никак не понятно, как написать. Почему она есть масса на ускорении, совершенно непонятно. Поэтому понятия и соответствующие образы. Я нарисовал любимую мною восьмерочку физики. Вообще она должна была появляться по квадратикам. Физическая реальность посередине. Четверочка понятий таким крестиком. Физика, физическая реальность — это пространство, время, вещество и поле. А в уголочках этой четверочки понятия, которые дополняют те, которые по осям пространства. Вещество в пространстве — это структуры. Вещество во времени — это корпускулы, летящие шарики, вещества. Поле во времени — это волны. А поле в пространстве — это потенциалы. Если мы выучим наизусть эти восемь слов, мы будем знать, как устроена физика. Очень интересно было бы разобраться о том, какие образы соответствуют в вашей голове этим понятиям. И проблема, над которой мы все должны биться, видимо, друг с другом и с собой, чтобы у нас было хотя бы минимально одинаковое представление о том, что тогда мы сможем разговаривать и о потенциалах, и о волнах сколько-нибудь одинаково. Давайте попробуем хотя бы в этой кампании завести более или менее одинаковое представление об этих словах. Итак, вот так устроены главные понятия физики. Теперь я написал словами и даже прочитаю, что написано. Как понять, что значит каждый из этих понятий? В описании понятия мы часто опираемся на образы. Мы должны завести какой-то образ. Обычно эти образы не очень точны. И может быть дискуссия по поводу каждого из образов, которые нам рассказывали в школе, и насколько адекватен этот образ, очень важно. Третье. В естественных науках, как правило, физиков уговаривают держать один образ одного понятия. Покивайте головой, пожалуйста. Смотрите, какой ужас. В результате, поскольку образ только один, мы не можем развивать это понятие никак. Поэтому чем более точен образ, тем больше проблем с возможностью расширить свое понимание. Образ, соответствующий понятию, не должен быть один. Мало того, что мы никак не можем один-то образ нормальный завести, так тезис тут вот какой. Нужно завести не один, и правильный. Следующая история. Когда возникают новые образы, появляются новые возможности, и искусство позволяет найти новые образы, понятия, к которым мы привыкли. И поэтому искусство позволяет осознать, что образов может быть много. В физике покивайте головы. Ну, хотя бы ненадолго для порядка, ладно? Очень важный тезис, он так на полях, это такое на манжете рассуждение. Вот, смотрите, классическое искусство пыталось увидеть и понять человека. Оно делало акцент на человеке. Но, начиная с некоторого момента, люди, которые занимаются искусством, отвлеклись от этой сущности. Она оказалась и не по зубам. Мы же с вами точно никак не можем быть описаны. И занялись тем, что попроще. Они попробовали увидеть и понять пространство, время и свет. Получилось, что люди искусства пришли к нам своими возможностями это увидеть. И появились некие новые возможности использовать это, их видение, в наших физических целях. Посмотрим, как это получится. Ура! Сказки! Первая сказка будет про свет, естественно. Вот когда в восьмерочке физики мы рисуем, что относится к свету, выясняется, что все относится к свету. Это и пространство, и потенциалы, поле, и волны, и время, и корпускулы, и структура. Хорошее понятие. Как мы будем теперь его себе представлять? Давайте посмотрим, как этим занимались люди в старые добрые времена. Вот Ньютон, он говорит, что поток, свет – это поток частиц, поток корпускул. Это в школе мы проходили, и в качестве физического образа нам предлагали, ну, это называется обычно линейная оптика линий по прямым. Еще вот помните, был в древнем учебнике по истории такой смешной, смешная картинка, когда из глазок выходили руки и ощупывали предметы. Это вот очень такая правильная метафора того, как устроен физический образ линейной оптики. Прямые лучи, состоящие из мельчайших частиц. И наглядный образ, вот здесь такая призма с этими лучами. И вот здесь есть удивительная иллюстрация. Вот помните эту историю, я ее как сейчас помню. Зевс ухаживал за барышней, и никак, поскольку у него были очень строгие охранники, никак не мог попасть с ней познакомиться. И вот он пролился золотым дождем, и Тициан нарисовал этот дождь в виде корпускул. Он полагал, что свет, поскольку он был, вероятно, поклонник Ньютона, он полагал, что свет – это поток корпускул, это множество золотых монеток, которые падают. А вот был другой парень, который был, Гюгенс, у него другая история. Он говорит о том, что свет – это волны, это поток волн. И тут очень интересно, Рембрандт – это старший современник Гюгенса. Он, естественно, под влиянием Рембранда понимал, что свет – это никакие не корпускулы, а волны, потому что Рембрандт нарисовал это в виде волн. Я не знаю, какое качество снимка, но в интернете можете посмотреть. Там не монетки летят, а волны света. У Рембрандта это совершенно замечательно получилось. Итак, физики, поскольку у него в голове и художественные образы тоже, используют эти образы для того, чтобы разобраться с тем, как устроена эта самая физическая реальность, эти физические сущности. Но дальше, как вы помните, история была очень мрачная. Оказалось, что свет – это и волны, и частицы. Те, кто слышал эту историю, покивайте, пожалуйста, головой. Теперь смотрите, какая проблема. Те, кто слышал, как нам быть с этим? Как нам показать теперь свет, который и волны, и частицы одновременно? Либо монетки золотые, либо волны света. А как по-другому? Получается, что поскольку аналогов такого рода образам нет, нет образов в нашей реальности, то получается, что нужно придумать образы, которых нет. Я нарисовал своего любимого «Утказайца» Витгенштейна. У Витгенштейна есть такой рисуночек. Это называется «Утказайца». Если бы контекст был таков, что это было бы носик, то тогда это уточка. А если контекст таков, что там зайчик, который смотрит наверх, то это был бы зайчик, и носик был бы ушками. Это «Утказайца». Смотрите, это образ из современного искусства. Мы еще увидим такие образы, когда нечто не может быть однозначно интерпретировано. Вернемся сначала к «Утказайцу». Фотон и образ, который ему соответствует, он и не утка, он и не заяц, он и не волна, он и не частица, он «Утказайц» Витгенштейна. Смотрите, какая страшная история получилась. Что в этой истории важно? Важно, что современное искусство, а вот Дали их на эту тему рисовал что-то, и Эшер, предлагают странные образы, потому что у физиков появились странные сущности, аналогов которым в обыденном нашем опыте, а наш опыт, как вы знаете, ограничивается тазиком с водой и песочницей. О как! Это значит, что нет аналогов такого рода объектов, приходится их изобретать. И отсюда появляются новые возможности, которые представляет современное искусство. Они пытаются постичь природу, света, движения, пространства и времени. Вот сказка. Она будет коротенькая совсем, она мне очень нравится. Посмотрите на этого господина. Это Макс Планк. Понятно, что человек серьезный и положительный. Это был немецкий профессор 53-х лет. Представьте себе немецкого профессора 53-х лет. И этот человек вдруг в какой-то момент говорит, нет, говорит он, кванты. Идея, я понимаю, когда это говорит какой-нибудь человек легкомысленный, или француз какой-нибудь, а тут немецкий профессор настоящий. Он говорит, кванты – это то, из чего состоит, это маленькие порции, из которых состоит все – и свет, и материя, и все. Откуда может взяться в немецкой профессорской голове такая идея? Сказка состоит в том, что он бывал в парижских салонах, когда там близко все, когда был маленький еще профессор. А там была идея, которая за 20 лет до Макса Планка была придумана пуантилистами и импрессионистами. Посмотрите, они тоже придумали, что все состоит из квантов. Это сера. По-моему, хорошая гипотеза. Сказка, во всяком случае, отличная. Из такого рода сказок следует, я должен сказать, что Рембрандт, который рисовал Даная, тоже был до Гюгенса. Правильный образ объясняет физикам, что потом превращать в формулы и математические идеи. Правильно добавленные образы дают физикам новые возможности в понимании. Ну, кивайте головой. Кивают головой только гуманитарные люди, пока физики насупились. Хорошо. Еще одна история. Все движется к концу. Не волнуйтесь, скоро все кончится. Еще одна история о движении со скоростями, близкими к скорости света. Это сказка об Эйнштейне, спеоциальной теории относительности и новом искусстве. Вот посмотрите, нижняя картиночка здесь. Вот это в правом нижнем углу. Вот так должны выглядеть пейзажи, если мы двигаемся со скоростями очень высокими. Давайте посмотрим, как это иллюстрирует современная, ну, или новая живопись. Можно почитать. Формы расплющиваются, и перспектива становится менее глубокой. Задний фон пейзажа приближается к переднему плану, а середина сжимается. Перспектива разжимается, вещи сморщиваются, пространство между предметами становится урезанным и ухеченным. Вещи кажутся почти двумерными и принимают вид игральных карт. Предметы кажутся тоньше и выше, их вершины отклоняются от вертикальных линий, и прямые углы исчезают и заменяются плавными дугами. Так будет выглядеть пространство, если мы будем двигаться со скоростью примерно в половину скорости света. Вот смотрите, Эдуард Мане умел так двигаться. Вот так умел двигаться Пикассо. Изгажение формы, сплющивание с боков и увеличение высоты. Половина скорости света. Дальше есть удивительные изменения в цвете. Меня всегда пугали эти цвета, которые у них там. А вот смотрите как. Предметы позади поезда становятся более красными, предметы впереди поезда становятся более голубыми. Картина непрерывно меняется, и передние предметы из фиолетово-голубых становятся красноватыми. Расположенные по бокам приобретают оранжевый, желтый и зеленые оттенки. Очень забавно. Сначала он поехал вперед, а потом, помните, голубой период, Пикассо и розовый период. Потом проехал. Форма. Предметы видно одновременно со всех сторон. Это то, что называется кубизм. И цвет. На скорости света видно только четыре цвета. Белый, черный, коричневый и серый. Это цвета, отсутствующие в обычном спектре. Смотрите, как здорово. Я не понимаю, как это у них получалось, потому что они точно не читали физические книжки. Но что-то в их голове такое волшебное происходило, что они эти сущности как-то умели поймать и отразить. Ну, а мы же не двигаемся так быстро. Поэтому некоторое недоумение всякий раз возникает, когда мы смотрим на эти картины. Давайте попробуем посмотреть на них как физики. И тогда новые чудеса там открываются. Может быть, нам удастся что-нибудь понять и в физике тоже. Покивайте головой. Ну, вот то, что совсем хорошо. На скорости света пространство вне поезда сжимается настолько, что это позади и впереди становится одним. Наблюдатель, смотрящий вперед, увидит хвост поезда. Передние, задние, боковые стороны сожмутся в беспредельно тонкую плоскость, тлитная исчезает. Это очень хорошо умел делать Магрид. Он полон таких идей. Вот этот парень со скоростью света вот мог двигаться. Дальше лекция должна кончиться так же внезапно, как и начаться. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Есть такое мнение, что за последние пару сотен лет наука и физика в частности очень сильно оторвались от искусства и философии, которые хорошо развивались в давние времена и где-то к концу 18 века затормозились. Вот что вы об этом думаете? Если правильно философская часть моей речи и главная задача, которая стоит перед теми и другими, понять хоть что-нибудь, то я должен сказать, что мы от этой задачи оторвались все. Однако способ что-нибудь понять состоит в том, чтобы волшебным образом интегрировать подходы и те, и другие. Тогда у нас есть надежда в чем-нибудь разобраться. Вот и все. Боже упаси! Нет ничего ужаснее физиков, сочиняющих стихи. Я имею опыт соответствующий и могу компетентно это заявить. Спасибо за ваш доклад. Очень действительно интересный, необычный подход. Вопрос я свой формулировал достаточно долго и даже записал, чтобы не сбиться. Суть вопроса в следующем. Как вы сами сказали, очевидно, что люди искусства того времени редко были знакомы с работами физиков, своих современников. Вопрос в следующем. Почему мы не можем утверждать, что эти пересечения смыслов между произведениями искусства и открытиями физики одних и тех же периодов не совпадение? Ведь в то время картин писали достаточно много. Вообще вопрос о том, как все это устроено, он очень таинственный. Есть такое понятие, я не знаю, в культуре, он называется дух времени, когда неожиданный и по непонятной причине в разных аспектах одна и та же идея, в одной науке, другой, в искусстве, в живописи, в музыке вдруг появляется. Мы не понимаем, откуда это берется. Это волшебное свойство, которое, конечно же, нужно изучать. Да, я думаю, что есть нечто, что позволило художникам, не изучая относительность, почувствовать что-то такое. Здравствуйте, у меня, пожалуй, вопросов нет, потому что я поэт. Ну, а поэт, вы знаете, они как-то это напрямую, интуитивно все постигают. Могу сказать, что я думаю решительно то же самое, и хочу просто вам пожать руку, как нормальный человек из другой области. Меня спрашивают, Настя, что ты делаешь в IT? Ты поэт, какого черта тебе сдались базы данных? Я могу сказать, что в коде есть поэзия и наоборот. Ура! Получается, Стив Джобс более чем прав со своим лозунгом «Думай иначе». Абсолютно прав. Конечно же, я думаю, что это говорит не только Стив Джобс, это говорят все люди, которые начинают думать. Ведь думать – это значит выходить за пределы имеющейся формы. Это, следовательно, точно думать иначе. И вот слово «иначе» очень перекликается со словом «иное», которое было там на одном из первых слайдов. Я призываю второй раз об этом сильно подумать. Не просто новое, а иное. Роботы справятся с тем, чтобы делать новое. А вот люди умеют делать иное. И в этом наша большая надежда. Владимир Николаевич, во-первых, спасибо за замечательные параллели между картинами и физическими идеями. У меня вопрос такой. Вообще говоря, план Кшрёдингера и Гейзенберг получили классическое гимназическое образование, сильно ориентированное на древние языки. И они утверждали, что успех их в теоретической физике связан как раз с изучением древних языков. В некотором смысле это противоречит тому, что Вы сказали, потому что древние языки – это логика, строгость, некая последовательность. И вот тут есть некое противоречие. Как бы это откомментировали? Ну, тут очень просто. Когда человек начинает объяснять свои действия, он, как правило, говорит глупости. Обычно мы действуем так, а не иначе. Не потому что мы имеем какое-то объяснение и учились в хорошей гимназии, а по каким-то совсем другим причинам. К счастью, мы действуем по другим причинам. Это первое. Безусловно, как это сказать, поскольку они получили хорошее образование, то, вероятно, они смотрели и на картины тоже. Я думаю, вот это повлияло на них, хотя это не обязательно формулируется. Это не обязательно артикулируется и не обязательно осознается. Но мир искусства огромное влияние оказывает. Вот в этой книжечке Шлейна, которая «Искусство и физика», там бесчисленные примеры, когда искусство было впереди, когда идеи из искусства через, может быть, иногда 50-100 лет осваивались физиками и превращались в формулы. В этом смысле они, я думаю, были под влиянием хорошего искусства. Спасибо. Вот хотелось бы как раз сказать о вашем утверждении, о том, что искусство является субъективным. Вот сейчас как раз есть вот таких много попыток избавиться от субъективности в искусстве, допустим, используя различные алгоритмы и генераторы случайных чисел. То есть это как раз вот тоже набирает обороты. Вот что вы об этом скажете? Ну, тут... Классический ответ, наверное, такой. Отличие науки от искусства, если говорить на языке шутки, то искусство — это я, а наука — это мы. Это вот еще такая штука. Там не бывает. Теперь по поводу субъективности. Вот мысль, мысль, она приходит в голову, прямо вот в голову, и при том только в одну. Ну, в том смысле, что прямо в эту. И это значит, что она или приходит, или нет. И в этом смысле она непременно субъективна, потому что голова эта как-то соответственно украшена. Помните, Пулани написал книжку, которая называется «Личностное знание». Он физик, и он занимался кристаллами и дислокациями. И он написал. А не бывает объективного знания и у физиков тоже. Поэтому правильный ответ такой. Скорее, объективное, в кавычках, знание у физиков. Все знание субъективно непременно. И еще один сюжет. У Гачева, есть такой замечательный культуролог, он говорит, что способ думания о мире зависит от языка, на котором мы говорим. Скажем, французская физика разговаривает о волнах, а английская физика разговаривает о корпускулах. Это следствие особенностей языка. Получается, что субъективность проявляется во всем и даже в подходах, и даже в формулах, которые пишут физики такие или другие. Поэтому все субъективно. Владимир Николаевич, вот можно вам задать такой вопрос? С вашей точки зрения, чем является архитектура? Это что, это инженерия или это искусство? Это раз. Это первый вопрос. Второй вопрос. Как вы относитесь? Я не знаю, слышали вы, как культурный человек, наверное, слышали, к такому термину, который активно используется в последнее время искусствоведами от архитектуры. Нелинейная парадигма называется в архитектуре. Потому что я имела опыт общения такого шапочного достаточно с физиками. Первая реакция у них на эти два, ну, это словосочетание. Не вульгаризируйте физическую терминологию. Мне кажется, что у вас может быть другой взгляд. И как человек, который занимается за изучением теории формальной композиции, я, видимо, просто настолько уже увязла в рисунке, что я начала в какое-то время, вот в объемных композициях, у меня начались ассоциации школы с физическими формулами. И потом началась ассоциация книжек по теории формальной композиции с какими-то случайными фрагментами книжек по теории систем. Потому что мне кажется, что это очень похожие теории, если глубоко в этом разбираться. Вот вы как к такому взгляду, к такому сопоставлению отнесетесь? Вероятно, ответ должен быть какой-то коротенький, потому что вопрос был длинный. Вот смотрите как. Что касается архитектуры. Архитектура – это такое искусство организации пространства. Искусство организации пространства. Пространство – это из нашей коробочки, искусство из этой коробочки, а слово организация, видимо, из той, из другой. Что же касается... Я бы ответил словами Гермеса Трисмегиста, когда вы говорите о том, что если подумать об этом, то в голове появляется то, что вверху, то и внизу. Все же одно, конечно же. И неудивительно, что вам в голову приходят какие-то вкусные мысли из параллельных миров. Так и должно быть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ